Хотите утро? Вот теперь полный порядок, спасибо Кровь из ушей пошла, давайте, дорогие друзья, развлекаться по полной Можно записать это на звук мобильника Да нет проблем На будильник, да, и просыпаться For free Вы, кстати, я вчера видела вас на концерте, вы скакали Скакали Будто молодые Как прошло? Мы как будто бы и молодые Как будто, да Как вы спите, ребята, расскажите, хорошо ли все, нормально ли? Или сейчас в декабре у вас столько концертов, выступлений, записей, телесъемок Что это прекрасно Декабрь у нас такой жаркий Живой такой Месяц живой, да, соответственно, концертов у нас много Вот я вчера приехал с этого концерта, сразу лег спать и проснулся в 5 утра И сегодня у вас концерт вечером? Ну, у нас каждый день, да Да, каждый день сейчас А все почему, ребята? И не один Все почему? Потому что песни 20 лет, новогодние 20 лет в этом году Ужас, ужас Нам сказали, что, ребята, вы такие стали Нам, про нас сказали, ребята, вы такие стали Да, да, да Вы помните время, когда она появилась Она звучит вот так, если вдруг нас дети слушают, которые еще настолько молоды, что никогда не слышали эту песню Ну, я сомневаюсь, что такие есть, но мало ли Давай сделаем так Новое на русском Вообще, действительно, как-то слушаешь, слушаешь, мне вчера подружка говорит Галя, 20 лет песни Сколько мне лет? Да, мы ровесницы 20 лет песни Галя Ну, реально, если бы эта песня была связана с детством, а так, я же помню себя в здравомовании Я уже вел какие-то мероприятия, а уже это было? Ёлки-палки, вообще старость Вы знаете, наверное, можно сказать смело, Леш, реально тебе говорю, что это лучшая новогодняя песня И конкурировать она может только с песней Аркадия Харалова «Новогодние игрушки» А, ну да, это свечи и хлопушки Да, свечи и хлопушки Тоже хорошая песня, кстати По настроению исключительно Но она намного раньше появилась, чем ваша Я предлагаю этот час начать с новогодней песни Прекрасно Прекрасно Учитывая, что это песня, в этом году отмечают 20-летие Конечно, Алексею Рыжову все журналисты задают в один и тот же вопрос Леш, помнишь ли ты? Да, причем она сейчас прозвучала именно в той версии, которая была записана 20 лет назад Слушай, а свежо так звучит? Как будто вот-вот свеженькая Леш, ну ты можешь сам озвучить вопрос, который вы себе забыли? Да, вот последняя часть Оригинальная версия Как была написана эта песня? Все забыли уже, реально Да Ну, вопрос, конечно, достаточно Свежий, оригинальный Свежий, оригинальный, интересный Я вот так на него отвечу Вы знаете, несколько дней назад Свой день рождения отмечал композитор Эдуард Артемьев Ему исполнилось 82 года Вот И одна из его известных фраз, когда его спрашивают Как ты написал тему трубы к песне Чужой среди своих, свой среди чужих Он сказал, я не помню, я был очень пьяный Ага Ну, я, в принципе, тоже не помню, как это произошло Ты просто не помнишь Я просто не помню Серьезно? На нее ставку, что ли, никто не делал? Думали, что так? Нет, она была запасная в альбоме Правда? Крайний Ничего себе Она была что-то написать И мы ее быстро поставили Да, нам надо было добавить какую-то песню Вот так Мы переиздавали просто альбом Так как мы первый раз его выпустили И он ее, ну, мало про него знали А второй раз мы его как бы перевыпустили С хорошей рекламой Но чтобы, типа, сделать его новым Надо было добавить в него там пару-тройку песен И вот у нас такая была песня А дело было уже перед Новым годом В октябре-ноябре И мы быстро ее всунули А сколько вы в тот год заработали? Нисколько Она только через год стала популярна Первые 25 долларов вы заработали Она стала популярна следующим летом Слушайте, а это самое Скажите, вот есть же, к примеру, да Там Олег Газманов Да, если какой-то день города, да Не знаю, или что-то про Москву Да, или про офицеров То Газманов, да Если, значит, вот Лев Лещенко выходит Там День Победы, да У кого-то милиции У вас, как бы, да Вы являетесь символом Нового года Ну, по сути, реально, ну, реально, последние 20 лет А за какое количество времени Города начинают, как бы, да Говорят, на нашей главной елке будет авария А они как? Они 1 января уже отзваниваются? Или что? Или забиты на 100 лет вперед? Слушай, отзваниваются уже, я думаю, с лета А побеждают те, которые побеждают Финансово Попалил, да Даже дешкотека авария Больше хотят Каждый день, ребята, работают Кого желания больше На что вы копите? Елки-палки Нельзя же так любить деньги Вы что? Каждый день работаете, да? Ну, ну, да В декабре у нас очень все будет Ну, естественно, естественно Друзья, у нас стол накрыт Кофе сейчас поднесут И винегрет И мандарины И елочка А где елочка, кстати, у вас? Да, вы пересадите тебя А, извините, извините Извини, извините Извини, извините Дискотеки аварии мы отмечаем Пришли на юбилей песни Алексея Рыжов Алексей Серов Да, кстати, мы бы хотели бы пригласить всех зрителей На наш сольный концерт 14 декабря в главклубе Спасибо огромное за приглашение А подарки будут? И подарки будут И новые песни будут И старые песни Да, будет очень весело, задорно У нас новый режиссер Он придумывает какие-то там А что, прям шоу, что ли? Шоу, хорошо Ёлки-палки Последний раз на вашем концерте Мне три раза поблагодарили часы Да, что я Отлично, хороший темп, продолжайте Сегодня вот те, кто придут на концерт в Кремль На русское Рождество Где вы принимаете участие Тоже, я надеюсь, услышат песню новогоднюю Вы же ее будете петь? Вот как раз Концерт у нас, по-моему, завтра русское Рождество Нет, мы там поем, по-моему, если хоть шестое Да, мы поем, если хоть шестое А, завтра, завтра Мы еще шестое Мы можем и новогоднюю, если поменяете формат Мы можем вообще просто весь концерт спеть Можете вообще, да Весь концерт петь, одну песню по кругу Ну, я пока обзвоню участников концерта Чтобы они не приезжали просто, да Потому что будет сольник не сказать А что нет, это правда Хороший вокал Потому что, ребята, а вот вы, когда выступаете на корпоративах с этой песней новогодней И вот кто-то встает из-за стола и пытается вместо вас спеть эту песню в микрофон Чаще всех это делает Николай Басков Если он ведущий концерта, он обязательно выбежит и начинает петь в Новый год Да, ему нравится А вам? Нам тоже нравится Не, ну так, чтобы вот вырвать микрофон И еще он любит петь, если хочешь остаться, тоже отнимет и все равно микрофон и пойдет И слегка И в конце Он любит такое, знаешь Боже, что ты мой, прям опера Дамы и господа, у нас в гостях дискотека Авария Есть определенный фирменный клич Алексея Серова Солеста этой группы Вот так вот Алексей, а ты помнишь, как ты впервые его прокричал? Слушай, я не помню Дело в том, что в Аварии я появился, прежде всего, не как исполнитель, а как MC Как приглашенный Ну, я бы не назвал себя приглашенная звезда Но я был Question Stars Да, Алеша меня пригласил, ну, работать на школьной дискотеке А когда я начал кричать, вот честно могу, не знаю Единственное, что они постоянно делали мне замечания, чтобы я перестал орать, кричать Я постоянно кричал, орал А потом свыклись с этим Вот идет музло, да, а я там Эй, эй, давай, come on, everybody Эй, 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 эй Вот в процессе вот этих всех криков Я, видимо, нашел Но потом, Леша, ты на себя упокоительный Не, они смотрели на меня уже такой Это бесполезно, орать и будет И, в общем, вот этот фирменный крик, друзья Давайте еще раз повторим, пожалуйста Да, мы сделаем Мы сейчас предлагаем слушателям русского радио Вне зависимости от гендерной принадлежности Позвонить в эфир и повторить этот крик И тот, кто лучше это сделает Мы выберем из двух дозвонившихся Тот получит подарок Какой расскажем со всем скорой Ты будешь судьей? Конечно, с удовольствием Да 8495-995-105-7 Ждем Ну что ж, дорогие друзья Объявлен боевой клич, который звучит в исполнении актера Вот так А, а, авария Не, 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 давай, не ленись, давай Эй Вот, отлично У нас есть два счастливчика Которые сейчас попробуют повторить И кто из них лучше, по мнению Дискотеки аварии Давайте представим Это она и он О, давайте поприветствуем Начнем с девушкой, я думаю, сразу, да Здравствуйте, доброе утро Доброе утро Доброе утро Доброе утро Как зовут вас? Анастасия Анастасия, вы какой город представляете? Слобода Красюковская Отлично И давайте со вторым участником познакомимся Здравствуйте Здравствуйте Как зовут вас? Иван Иван, а вы из какого города? Город Москва Отлично Город Москва Слобода Красюковская и Москва Давайте со Слободы начнем Давайте Девушек вперед надо пропускать Давайте все-таки с парня начнем Ребят, как начнем, с девушкой или с парня? Девушки вперед Я не против. Не против. Девушки вперед. Мы только за. Настенька, ну давай. Поехали. Я надеюсь, вы работаете, вы слушаете в банке. Так, Ваня. Ваня, давай за Москву, за столицу. Давай. Настенька, давай еще раз. Ваня. Вань, ну что ты проиграешь? Давайте еще раз. Третий раз давайте. Заключительная попытка. Настя. Ваня. Покоряковка. Вань, Вань, благодаря... Девочка победила. Благодаря тебе, дискотек, авария проснулась просто сейчас, понимаешь? Слобода Красюковская одерживает победу. Насте мы дарим подарок, как ты обещали. Настя, кумница, молодец. А давайте вместе, Настя и Леша. Давайте все вместе. Давайте все вместе. Три, четыре. Вот звук Реджера обрадовался сейчас нас. Все, радио вырубленный. Динамики вылетели. Ну что надо настроение новогодней людям подарить? Конечно. Иван, спасибо огромное. Настя. Да, футболка в стиле грозите. Настя, отключайся, дорогая. Королева крика. Дискотека авария в гостях у русских перцев, но у нас времени все не осталось. Но мы в конце еще раз приглашаем на наш соль всех, 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 кто будет в Москве 14 декабря в главклуб. Ты уже присмотрел, что ты там будешь разбивать? Я буду разбивать все. Закрывайте двери клуба. Тогда он выйдет на парковку сбитый. Хотим предупредить дирекцию главклуба, что после концерта группы дискотека аварии вы уходите на реконструкцию. А там еще ограждение третьего кольца. Боже ж ты мой. И так пробки, еще и сироп сбитый белый. Боже ж ты мой. Новые бордюры после тебя устанавливай. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Получается, при Собянине Москва похорошела, а при Серове веди себя хорошо, понял? Самое главное, что это новогоднее настроение, которое мы подарим вам всем 14 декабря. Ребят, спасибо большое. Слушайте, вас вообще волнует проблема? Вот Росстат опубликовал, что салат Оливье в этом году подорожал в среднем на 5%. Вот у вас такие бытовые вещи волнуют. Вы знаете, у кого вопросы с точки зрения экономики, политики, вот как раз сейчас в 12.00 наш премьер Дмитрий Медведев будет отвечать на вопросы. Можно позвонить и все узнать. Вот именно сегодня в 12.00 мы все узнаем, что будет будущее с нашей экономикой и политикой. У меня своя версия есть. Возможно, салат Оливье подорожал на 5% из-за того, что снизилось число извращенцев, которые кладут в него морковь. А ты что? Ты что делаешь? Ты что, Оливье-шку ешь? Без морковки? Конечно. Я морковку. А я, например, Оливье. Не, очень люблю. Погодите, я вообще никогда не кладу. С курицей вообще. С курицей. В Оливье. Больше яичек. Курицы, зеленый кросс. Не надо никаких колбас. Колбасы, меньше моркови. Тогда, конечно, станет дороже. Алексей. Какая морковь-то? Реально я морковь не кладу никуда. Вареную морковку кладут. Смотрела, как просто нагреть под ногти. Сейчас хорошо буду кладь, да. А помнишь, как мы лето врубались? Я считаю, завтра надо обсуждать это в эфире. Оливье. Давайте, предлагаю провести опрос. Селедка под шубой. Оливье с морковью или без? Боже с удовольствием. Осталось три минуты. Давайте, кто победит, каких больше смс будет на номер. Все, накидывайте. Кто с морковью, кто без и почему. У кого морковка? Звоните. Группа дискотек-авария. Вернитесь, пожалуйста, к микрофону. У нас еще эфир. У нас еще эфир. Новый год навчится. Скоро все случится. Маркуш. Сбудется, что снится. Что опять нас обманут, ничего не дадут. Маркуш. Оливье. Оливье. Это были русские перцы. Оливье с морковью пишем. Оливье. 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 Я кладу яблочко немножко добавляю для сладости. Тертого. Да, да, да. Вот. Братан, мы с тобой одной кровью. А я не кладу. И не буду. Все эти споры о вкусах бессмысленны. Главное, что нам всем нравятся ваши песни. Конечно. И селедочка под шубой. Селедочка под шубой. Мандарины, шампанское нас ожидают в скорости. С наступающим вас, ребят. Спасибо. Пусть следующий год юбилейный будет прекрасным. Мы также хотим поздравить всех слушателей Русского Радио и всех вас с наступающим Новым Годом серой малышки. Белой металлической, белой металлической крыски. Она терминантная? У нас еще в декабре масса праздников. День Конституции, по-моему, нас ожидает. О, точно. 12 декабря, но у нас праздник какой-то. Куда их икропротивляют? Белой энергетикой еще. Белой энергетикой. А еще у нас Рождество будет 24 января. Пацаны, у вас будет возможность заработать. Не переживайте, все хорошо. Алексей Сережев в дискотеке. А можно я еще раз крикну? Отлично, пока. 7 утра по будням, утреннее шоу «Русские берцы» на русском радио.